Народ всем здарова Сегодня мы с вами поговорим о том как нам нужно как нам можно пристрелять пневматическую винтовку да конечно есть в интернете ролики о том что было бы неплохо сделать станок ну ребят простой обыватель который купил станок ой господи который купил винтовку ему нужно пристрелять прикиньте ему нужно колхозить этот станок плюс чтобы сделать нормальный станок это нужна сварка нужны какие то другие еще как сказать инструменты не так просто не у каждого есть возможность сделать станок а если делать станок то его нужно делать нормальным потому что если сделать станок колхозным то от него может быть только не только толку не будет а он будет только еще хуже вам делать вот поэтому я сегодня хотел сказать о том что как пристрелять винтовку ну так скажем для новичка без особых каких-то заморочек без танков вот в общем погнали первое что нам для потребуется для пристрелки естественно это наши мишени так так это нам нужны мишени вы как можете как от руки себе их нарисовать просто на листке можно поставить точку и по ней вести пристрелку ну как бы вот такие мишени некоторые заказывают там на сайтах на каких-то покупает их это вот просто обычные картинки которые были скачаны на просторах интернета и распечатаны на черновиках но на листах которые с обратной стороны уже пришли в негодность так что если есть у вас в организации принтер я думаю там черновиков можно найти и от 10 там 15 листов черновых ваш работодатель не обиднеет собственно нашли картинки в интернете распечатали если нет у вас возможности распечатать то просто взяли белый листок поставили на нем точку ну если хотите нарисуйте перекрестие погнали дальше так определились вы с мишени нарисовали или распечатали второе пристреливаете винтовку на определенную дистанцию как бы да то есть если пристреляете вы этом на 30 метров на 50 там нужно какие-то погрешности брать то есть я пристреливаю на ту дистанцию на которую я потом буду стрелять там по банкам или почему-то мне на охоту не хожу поэтому мне просто удовольствие прийти там вот поставить на 30 метров пусырьки там маленькие пошибать их так что я сразу пристреливаю на ту дистанцию на который я буду стрелять установили мишень так второй момент третий момент нам нужно подготовить удобное место место для стрельбы то есть выберите для себя максимально удобное положение будь то сидя с упора как в моем случае да будь то лежа с упора будь то стоя как вам по кайфу так вывести стрелять но момент такой то что ваши перекрестия да когда вы будете целиться чтобы она не гуляла по мишени то есть чтобы ствол стоял и винтовка максимально четко то есть условия приближенные к станку да то есть он жестко фиксирует и ты делаешь выстрел чтобы жестко зафиксировать я должен быть упор либо лежа упор либо сидя упор как в моем случае то есть я использую такую мягкую землю там торф по-моему и кладу на нее ствол и потом произвожу выстрелы так определились мы с положением теперь касаемо положения как бы вот этот момент так на котором сейчас становлюсь он очень важен касаемо вашего положения это как вы будете вести стрельбу от этого будет зависеть количество тех выстрелов которые вы сделаете положение заняли положение вам должно быть в нем максимально удобно максимально комфортно ничего не должно нигде у вас дребезжать ничего не должно вам быть неудобно нигде заняли положение прицелились перекрестие у вас не двигается не вверх не влево не вправо руки расслаблены приклад немножко плечо у вас уперт снимаете с предохранителя если у нас есть и плавно нажимаете на курок при этом подчеркиваю перекрестие у вас не должно шелохаться нисколько да конечно там микроны какие-то будут шелохания но без этого никуда нужно стараться чтобы она вообще у вас было неподвижным и плавно нажимаете на курок делаете выстрел вот делаете 3-4 выстрела кто-то говорит 10 делать но делайте 10 если хотите я делаю порядка там 3-4 выстрел максимум 5 вот потом я уже иду к мишени и уже в принципе понятно так касаемо мишени сейчас я скажу теперь касаемо выстрелов пристреливаете теми пулями которыми вы будете стрелять дальнейшем разные пули они летят по-разному то есть я стреляю шмелем повышенной точности кто-то там говорит что вот это ложатина там полная ребят не знаю там 2 рубля на 30 метров даже некоторые пули у меня в рубль ложатся имею ввиду куча мне этого за глаза хватает они недорогие мне большего не нужно так назовем выбрали пули из которых будете стрелять ими пристреливаете теперь сделали как я сказал уже там три-четыре выстрела вот и подходим к нашей мишени я покажу так подошли вы к мишени вот допустим сделали там три-четыре выстрела ну допустим раз два три там четыре допустим так вы видите да что у вас вся куча вся кучность уходит в левый верхний угол то есть вы берете примерно центр центр той кучи которая у вас есть да и смотрите где он находится ага центр вот здесь он мне нужен вот здесь логика да нужно вносить поправки теперь мы подходим к нашей винтовки на винтовке у нас есть барабанчики на нашей оптике так есть барабанчики верхний барабанчик отвечает за перемещение вверх вниз так часа листочки с собой возьму вот верхний барабанчик то есть вот этот отвечает нас за перемещение вверх-вниз так справа который барабанчик вот этот у нас отвечает за перемещение влево вправо так кто-то говорит изначально выставлять только горизонталь да то есть вы отстреляли там сколько-то сделали выстрелов потом крутите вот этот барабанщик вниз допустим да вот стрелочки им показано down вниз то есть у нас видно перекрестие вверху крутим вниз солнце не видно ничего крутим вниз делаем там пару щелчков снова допустим сделали мы пару выстрелов ну вот допустим вот так вот вот так вот сделаем и да то есть куча у нас вот она руки у нас уже поменьше трясутся перекрестие у нас снизилась вниз так близится к центру снова мы понимаем что нужно вводить поправки еще раз вводите поправки верх верхним барабанчиком и потом у нас куча там получается допустим вот здесь уже да там вот так все горизонталь вы сделали у вас центр примерно примерно там где нужно теперь вы выставляете уже вернее вертикаль вы отрегулировали теперь вы регулируете горизонталь так видно что у нас пули уходят влево кучно но влево вы берете и подкручиваете теперь вот этот барабанчик который отвечает за перемещение влево вправо на барабанчике написано right крутите вы сюда у вас перемещается пули пули перемещаются вправо и крутите ли вы его вот сюда пули у вас перемещается влево здесь написано right left так все нам что нужно с вами подкрутить немножко вправо берете делаете пару оборотов вправо отстреливаете допустим вот так вот у вас получилось опять центр где у вас центр получился вот здесь у вас нужно еще немножко правее сделали снова пару щелчков вот этим барабанчиком вправо все пули у вас допустим влегли вот здесь так центр уже вот здесь у вас все винтовка пристрелена я я показал как сказать очень много шагов но принципе их примерно столько и будет да но вот я вчера пристрелил я не снимал там как я пристрелил я представлял свою винтовку на выстрел наверно за 10 первые три выстрела у меня легли вот вверх по моему здесь потом я взял поправки они легли у меня вниз примерно вот сюда примерно вот сюда и потом я еще сделал еще чуть ниже еще чуть ниже и все они уже легли у меня на горизонтали не помню делали горизонтальные поправки или не не делал на общем винтовку я пристрелил очень быстро так ну вот принципе как бы основное внесение этих поправок и ну я сказал вот они два барабанчика вы ими регулируете суть я донес я думаю ну надеюсь понятно я все объяснил и вы берете как сказать не все пули допустим вот вы отстреляли вот вы отстреляли допустим 1 2 3 4 5 1 у вас в центр попала вот крайняя вы думаете ооо значит вот эти вот 5 раз я промазал там или мои руки тряслись или там еще что-то нет во первых нужно конечно стараться точно стрелять и во вторых вы берете круг да общую кучу если куча у вас общая левее значит нужно делать поправки а то у меня была такая тема там 4 выстрела у меня легли здесь и один в центр ооо думаю вот здесь снайпер попал да как раз таки вот здесь они снайпер здесь здесь я выстрелил не точно так ну на этом наверное собственно все основные какие-то нюансы я показал сложного повторить в этом ничего нет главное главное делайте большой акцент и еще раз подчеркну чтобы когда вы стреляете чтобы да когда вы стреляете чтобы у вас перекрестие абсолютно никак не гуляла ни вверх ни вниз ни влево никак потому что чем менее точно вы будете делать выстрелы тем вам будет менее поднятно куда куда делать поправки на этом у меня все всем счастливо всем пока